Субтитры сделал DimaTorzok Гораздо более неоднозначный и сложный Вот вы к примеру хоть раз задумывались Зачем в самом начале нам рассказывают стих из Библии Который из ремейка вообще убрали Почему город называется именно Лост Хевен То есть потерянный рай И почему фамилия главного героя Анжела То есть ангел И как все это связано Но впрочем Впрочем это уже совсем другая история Когда-то я написал даже сценарий Но успешно его потерял И я решил что, ну мне было обидно Я решил что вообще в таком случае Не буду делать это видео Но как видите я ошибся И я рад на самом деле Что старый сценарий был утерян Потому что когда я начал писать новый И в итоге написал новый Я понял что я взглянул на сюжет Уже давно известной для себя игры Которую я перепрошел там тысячу раз Под совсем другим углом И на сюжет и на действия персонажа Я тоже начал глядеть немного по другому Я хочу обратить ваше внимание Что вот все что я сейчас расскажу в этом видео Это лишь моя теория Просто теория Но мне интересно поменяет ли это Ваше представление о сюжете И возможно кто-то на основе моей теории Выдвинет свою теорию Как-то ее доработает Может быть усмотрит какие-то другие детали Мне будет очень интересно послушать Почитать Поэтому свои варианты Если они у вас будут Обязательно пишите в комментариях Второй важный момент Больше видео про мафию на канале Не будет вообще никаких Я естественно буду брать какие-то новости Касательно мафии Один новостной ролик уже наверное выйдет На этот момент Поэтому какие-то новости про мафию Я естественно буду разбирать Но отдельных видео больше не будет никаких Я рассказал о мафии Все что я хотел рассказать И все что мне казалось интересным Больше мне в этой серии пока что рассказать нечего Появится четвертая часть Может быть тогда вернемся На данный момент мне рассказывать о мафии больше нечего Я все что хотел рассказать уже давно рассказал И сама серия становится мне уже тоже неинтересна Потому что ну ну все Как бы что там из нее уже можно вытягивать Поэтому если вы подписывались на этот канал Думая что он про мафию Почему-то Не знаю почему И если вы ждали каких-то новых роликов про мафию То можете посмотреть это видео И смело отписываться Потому что мафии на этом канале больше не будет И последнее Многие наверное заметили что контента на ютубе на канале стало гораздо меньше И это связано с тем что мне сам ютуб уже не так интересен Мне интересно делать контент монтировать Но вот прежнего энтузиазма в рамках именно ютуба у меня уже нет Совсем уж прям хуй забивать на канал я естественно не хочу Поэтому я с какой-то периодичностью буду делать разные новостные ролики Ну с какой периодичностью Как будут поступать интересные новости Наберутся там 10-15 Тогда будет выходить новостной ролик И вот такие вот сложные видосы С каким-то там разбором Анализом Которые я буду делать долго Монтировать долго Писать долго Но тем не менее Ну зато точнее Они будут качественные и интересные Поэтому если вам этого недостаточно Можете подписываться на телеграм-канал Там у нас постоянно новости выходят игровой индустрии И обязательно на Трово подпишитесь Потому что сейчас мне как-то больше нравится стримить Я там общаюсь с людьми Но стримлю я на Трово Ссылка на Трово будет в описании Обязательно подписывайтесь Стримлю я практически каждый день Вот поэтому тут выбирайте сами Что вам нужно Если вам хватает того что есть Смотрите на ютубе Если хотите что-то большего Добро пожаловать на Трово в телеграм Если ждали только мафию Можете отписаться Вот как-то так Если в ближайшее время что-то поменяется Я обязательно об этом сообщу В том же телеграм-канале Так что Добро пожаловать в очередной раз В общем все Сказал все что хотел Приятнейшего вам Просмотрю Мы сильные Должны сносить немощи бессильных И не себе угождать Послание апостола Павла Кримена Глава 15 стих 1 Секундочку секундочку Что-то здесь не так Не правда ли? И вы совершенно правы Этого куска Точнее отрывка из Библии В ремейке Мафии Дефинитив Эдишн Нет Да в ремейке Нет многое из того Что было в оригинале Но вы хоть раз задумывались Зачем в оригинальной Мафии В самом начале Этот отрывок из Библии? Наверное потому что Вавра просто для прикола Вставил его В свою игру На этом все Спасибо за просмотр Обязательно поставьте лайк Если это видео вам понравилось Подписывайтесь на канал И ждите новых роликов Друзья Всем пока Ладно ладно Я естественно шучу Судя по всему Так подумали и Ангар 13 Которые решили Что это какой-то Непонятный И ненужный элемент В повествовании И я бы с этим согласился Но Нет Даниэль Вавра Отец оригинальной игры При создании своего детища Читал книги Изучал режиссуру Вдохновлялся фильмами И это наводит мысль Что Не все так просто Взять те же фильмы Во многих из них Особенно в культовой классике Помимо основной сюжетной линии Есть еще и второстепенная Хотя в данном контексте Это не совсем подходящее слово Я имею ввиду Что в процессе просмотра К примеру Крестного отца Зрителю показывают Не только события Криминального мира Но и если можно так сказать Трансформацию Главного героя Майкла Корлеоне Из солдата Который сторонится Семьи в жесткого дона Который без зазрения совести Может грохнуть Родного брата В том же криминальном чтиве Внимательные зрители Замечают Что Трантино Спрятал фильм Какой-то странный Подтекст Опять же Цитаты из Библии Которую произносит Джулс И совершу над ними Великое мщение Наказаниями яростными Над теми Кто замыслит Отравить И повредить Братьям моим И узнаешь ты Что имя мое Господь Когда мщение мое Падет на тебя Или чемодан Сдержимое которого Так и остается загадкой К чему я все это рассказываю Даниль Вавра Который насмотрелся Подобного кенца В процессе разработки Мафии Как мне кажется Хотел сделать нечто подобное Ну посудите сами Отрывок из Библии В начале игры Город The City of Lost Heaven Что переводится Как потерянный рай Главный герой Томас Анджело Думаете это все? Да хуй там Призовой автомобиль Люциферион Отсылка собственно К Люциферу Ласситер В16 Аполион Аполион в новозаветной книге Откровение Иоанна Богослова Это имя ангела бездны Ласситер В16 Харон Отсылка на Харона Мифологического персонажа Который перевозил душ Слушив преисподнюю Ласситер В16 Фаэтон Фаэтон Если я правильно произнес Это тоже персонаж Древнегреческой мифологии Подобного в игре Выше крыши Вот я и подумал Если предположить Что это не просто совпадение То что это значит? Скорее всего Это какой-то Заговор Что Дэниэль Вавра Хотел сказать Если какой-то Скрытый смысл В этих деталях И если да То меняет ли это Восприятие основного сюжета Мы смотрим на игру Как на великолепную историю О гангстрах О принципах О дружбе Жадности Чести Совести И так далее Я рассказывал об этом Тысячу раз Но сегодня Я предлагаю взглянуть на игру Под другим углом Давайте проведем Невидимую черту Сверху будет Сюжет Который мы все знаем А с другой стороны Мы попробуем Проанализировать Все библейские Закономерности Встречающиеся в игре И постараемся Собрать Все детали Пазла Ну и посмотрим Что из этого получится Глава первая Теория И прежде чем приступить К анализу сюжета Немного теории Но напоминаю Что все Что я сегодня вам расскажу Это в принципе Лишь теория Если посмотреть на сюжет Как бы сверху То и толчками Для основных событий Толчками Для основных событий игры И предметами Влияющими на мировоззрение Томаса Служат два персонажа Поли и Фрэнк Поли тянет Томаса на дно Они вместе бухают Из-за прекрасных идей Поли семья встревает В неприятности Именно поэтому Мы с Поли начали бить Короче я заказал Грузовик Пойла Я сказал себе Если товар пойдет Можно заказать еще больше Кейтс Никогда не был В Кентукки Он был мелким воришкой Который украл товар у Морелла И хотел продать его нам Да и на роковое ограбление Банка Томаса подстрекает Именно Поли Фрэнк В свою очередь Пытается вразумить Главного героя Направить на путь Истины И дает советы Которые по мнению Фрэнка Должны помочь Тому Если не хочешь Оказаться на помойке Том Найди что-нибудь Ради чего стоит жить Не забывай Что я говорил тебе Тогда в машину В конце концов Твой лучший друг Убьет тебя Так сказал мне Тогда Фрэнк Потом мне самому Приказали убить друга Этакая борьба Зла и добра Которая вызывает Противостояние Внутренних демонов Главного героя Но на самом деле Вся игра сводится К противостоянию Двух персонажей Это не только Вооруженное противостояние Но и так сказать Духовное Противостояние Двух людей У которых совершенно Противоположные взгляды На жизнь И на семью В гангстерском Ее понимании Это Томас Анджело И Сэм Томас Анджело Это человек Который изначально Совестлив Добр И руководствуется В первую очередь Человеческими принципами Сэм напротив Превыше всего Ставит интересы преступной Группировки И при этом Его не гложат Совесть И моральные устои Простых людей И если Поли и Фрэнк Оказывают свое влияние На главного героя То Сэм На протяжении Практически всей игры Выступает Лишь в роли Наблюдателя Именно поэтому Многим кажется Что персонажа Не раскрыли Уделив ему Слишком мало Экранного времени Однако Ровно в двух Моментах Сэм становится Катализатором сюжета В начале игры И в конце Окей Первое что нужно знать Часто при переселении В Америку Итальянские иммигранты Брали сокращенные Американские имена Вместо итальянских К примеру Одного из могущественных И влиятельных боссов Мафии в США Фрэнка Кастелло На самом деле Звали Франческо Кастильо Или Альберто Анастазия Босс семьи Гамбина Настоящее имя Умберто Анастазио Так вот Спроецируем это На героев Мафия The City of Lost Heaven Сэм Вероятно сокращенное имя От итальянского Самуэля Если обратиться К Библии То можно легко найти Схожее имя Самоэль И это Одно из имен Дьявола К примеру В Талмуде Это свод правовых И религиозных положений Иудаизма Самоэль Предстает в образе Змея-искусителя Уже понятно Что сегодня будет Много всякого библейского Так что привыкайте Думаю Нетрудно догадаться К чему я веду Ведь по ту сторону Этого противостояния Стоит Томас Анджело Что в переводе С итальянского Означает Ангел Но ангел Леон И если да То какой Дать однозначный Ответ на этот вопрос Непросто Но я постараюсь Это сделать К концу ролика И покажу Как это переплетено С самим сюжетом Мафия The City of Lost Heaven Глава вторая Сюжет Я не буду Пересказывать Весь сюжет Опять же Потому что Это займет еще пару часов Хронометража Я уже пересказывал его Тысячу раз Да и если вы смотрите Это видео То наверняка Все без меня знаете Поэтому пройдемся Только по ключевым моментам Первая глава Невозможно отказаться И начинаем искать Потаемные смыслы Вспоминаем Что я говорил Про Сэма И Самаэля Одно из имен Дьявола На всякий случай Напомню Сэм в этой миссии Как раз таки выступает В роли Змея-искусителя Именно Сэм Предлагает Тому Стать частью преступной Организации И несмотря на то Что сначала Томас отказывается В главе Бегущий человек Он все-таки Поддается Этому искушению Да Отчасти принять Такое решение Вынуждает обстоятельства Но тем не менее Он соглашается Со словами Перспектива получать Деньги с Альери Была не такой уж Безрадостной Как я обычно говорю Лучше помирать Молодым И при деньгах Хотя буквально Пару дней назад У Тома была Полностью Противоположная Точка зрения Я не хотел Иметь дело С преступниками Будь у них Хоть все деньги В мире Лучше быть бедным Ножимым Чем богатым Покурник Верно? Пиздобол, блять Что это Если не искушение И это первый раз Когда Том Нарушает Свои принципы Вторая важная глава Пора привыкать В главе Тома С первый раз Задумывается О правильности Своих действий В нем борются Две личности Обычный таксист Который прежде И подумать Не мог об убийстве Других людей И теперь уже Член мафии Для которого Убийства По сути стали Работой Что бы сделали Моя мать Или Сара Если бы увидели меня Тем не менее Он не отступает И продолжает Работать на мафию То же самое Происходит и в главе Путана Где Том не выполняет Поручения Дона И не мочит Проститутку Однако теперь Круг его моральных устоев Сужается дому К совести За убийство девушки Не могу я просто так Убить женщину Молодую наивную дуру Которую я хотел Спасти своего брата Скорее всего Полную ублюдку С другой стороны Разве за это Стоит убивать А теперь К самой важной главе Святой отец Знаете Я уже наверное Сто пятьсот раз Разбирал эту главу Но только с точки зрения Основного сюжета И мне всегда казалось Что эта глава Некий переломный момент В жизни Тома Но почему-то Все пошло наперекосяк Где-то я ошибся Я всегда думал Что это глава Озарения Томаса Анжела Что он выбирает Путь такого Меча справедливости Путь через который Том приводит Город к спокойствию Отец Эти люди были бандиты Убийцы Жулики Тот который лежит Перед нами Хотел изнасиловать Мою девушку Может бог так и задумывал Многие люди вздохнут Свободнее Узнав об этом Да Неисповедим Пути Господ Но только сейчас Я понимаю Чем важна эта сцена На самом деле Когда Том Дает деньги священнику Это показатель Не того что Священник плохой Хотя и это тоже А того что Том стал тем Кем так не хотел быть Томас Анжела Который совсем Недавно не смог Спустить курок Рассуждает о том Что возможно Бог все так и задумывал Затем проповедник Говорит что Тому придется Жить с этим И тот ему отвечает Что все прекрасно Понимает Но как же ты Сможешь ли ты Смотреть в зеркало Твои руки Запятнаны кровью Которую не отмыть Я знаю Отец Молитесь за меня Светлой отец Мне это надо Буду сын Конечно же Вот он Потерянный рай Вот он Город В котором все От священников Церкви До некогда Обычного Таксиста Могут превратиться В самых обычных Ганду В этот момент Как мне кажется Том выбирает Не светлую сторону А наоборот Темную Ведь действия Этой главы Разворачиваются Еще в 1932 году И Томас Еще целых 6 лет Будет продолжать Работать на мафию Глядя на сюжет Первой мафии Под таким углом Становится понятно Что Томас Анжело Не выбирается Из ямы В которую он попал Эта яма Становится Глубже Моей жизнью Стали убийства Преступления И спиртное После этой миссии Показывают Диалог между Фрэнком И Томом За Томаса Будто действительно Борются Ангелы и демоны С одной стороны Убийства Деньги Власть Алкоголизм И Полли Который Втягивает Главного Героя В разные Передряги Слышал Вы с Полли Ушли в загол В городе Уже начали О вас Поговаривать Ну Я виделся С парнем Из Кентукки Уильям Гейтс Его зовут Я знаю Как мы Это сделаем Босс Обычно Серджио Сидит в ресторане Итальянский садик В ресторане Есть телефон А напротив Через улицу Телефонная будка Ты заходишь В будку Звонишь В ресторан И просишь Серджио А с другой стороны Совесть Принципы Сострадания И Фрэнк Который пытается Помочь Тому Советами И направить Его на правильный Путь Направить Его на правильный Путь Не идеально Сказано Но вы поняли Да Они по прежнему Гангстеры Но Фрэнк Старается Помочь Тому Обрести Некие рамки И принципы Наставить его На путь Истинный Даже в условиях Такой жизни Знаешь ли Полицейский Убивает Охраняй закон Ты проводишь В жизнь Наши законы Это одно и то же Мы просто По разные стороны Забы И не убийца И несмотря на то Что Томас Оставляет Фрэнка В живых И в главе Амерта Пока еще Руководствуясь тем Что друзей Убивать нельзя Путь в конце концов Он выбирает Далеко не самый правильный Конечно это требовало действий Каких убийств? Страданий Которых причиняли людям? Да ладно Думаешь Мафия просто так Убивает невинных людей? Мафия наказывает Тех Кто нарушил законы Обратили внимание Прежде чем Перейти к поистине Переломным моментам В жизни Томаса Анджело Внесу небольшую Ремарку Сейчас я показал Отрывок из Интермецо И дальше покажу Еще несколько И нужно понимать Что события всех Интермецо Интермецо Я надеюсь я правильно говорю Происходит уже После событий Основных глав И именно в этих диалогах Можно рассмотреть Личность В которую в итоге Превратился Томас Анджело Только что был Обычным таксистом И вот уже Уважаемый мафиоза Тебя не напрягала Необходимость убивать? У многих с этим Есть проблемы Знаешь ли? Понимаешь Я не из тех Кто жаждет крови Не из тех Кому не хватает насилия И не любитель проблем Но и совесть Меня не мучает Они нас хотели Обхитрить Так что пришлось Обхитрить их Никаких сожалений Мне было Абсолютно наплевать Судьба других Меня не интересовала Все говорили Что это просто бизнес И что семья Должна держаться вместе А ведь было время Когда я жил один И нахрен Никому не был нужен Но внезапно Все вокруг Начали меня уважать Каждый знает Что ты можешь помочь Но так же легко Можешь и уничтожить его О да Это уже не тот Том Который не хотел Быть преступником Это настоящий Мафиоза Мать его так И даже после всего Что произошло Он рассуждает Как преступник Вот тут ты не прав Коза Ностра Это тебе не ирландцев Сускоглазым Сальери Все уважали За деловые качества Каждый знал Что его не нужно Бояться если делаешь То что должен Люди знали Что если им что то нужно Можно прийти к Сальери Он защищает мафию Он говорит Работать на нас Говоря о работе на мафию Каждый кто приходит Работать на нас Знает что его ожидает Если он нарушит правила Хорошо это запомнили Давайте теперь Разберем последние главы Чисто для разрядки И небольшая халтурка Вот мы и подошли К самому интересному Рассматривая игру Просто через призму Сюжетных событий Мне всегда было ясно Что Том согласился На ограбление банка Из-за обиды на Сальери Сальери знал Что это опасная работа Ведь в этих сигарах Были спрятаны бриллианты Он просто не хотел делиться Вот почему Полли Хотел взять тот банк Он понял Что Сальери Всех нас кинул Что уже в свою очередь Повлекло за собой Все последующие события Но помимо обиды Немаловажную роль Сыграла и Жадность С чего вдруг Такой резкий разворот Ты вроде не собирался Этого делать Тогда я не думал Что Сальери Нас используют Теперь я это знаю Да Человек Который Когда-то Зарабатывал на жизнь Работая в такси Человек Которому много лет назад Сумма в конверте Казалась баснословной Теперь грабит банк Потому что ему Якобы не доплатили И что мы имеем К финалу Глава с говорящим Названием Декаданс Что буквально означает Регресс Или упадок Чего-либо Завершение эпохи Если угодно В этой главе Томас Наконец-то Совершает То Чего не хотел Совершать Да-да-да Вы скажете Он же убил Кучу людей Но давайте Будем разделять Игровые условности И сюжет Более того Всю игру Мы убивали Так сказать Негодяев Но убить Малолетнего Пиздюка Невинную бабу С длинным языком И друга Я про Фрэнка Так и не смогли Надеюсь Вы понимаете О чем я И с точки зрения сюжета Можно рассмотреть Эту сцену Как момент В котором Томас Совершает Правосудие Он убивает Того дьявола У которого Нет ни совести Ни моральных принципов Который Как змей Искуситель Вовлек Томаса В преступную деятельность Именно так Мы всегда Видели этот момент Но Так ли это На самом деле Нет Помните Что я сказал В самом начале Однако Ровно в двух Моментах Сэм становится Катализатором Сюжета В начале игры И в конце Если олицетворять Сэма Как Самаэля То настоящее Искушение Случилось Не в начале игры Когда Томас Вступил в преступную Организацию А в самом конце Эй История повторяется Том И ты опять Не можешь решиться В конечном итоге Томас Анджело Решается И делает выстрел Причем Какой выстрел Выстрел в спину Ты Ты это сделал Том убивает Сэма Тем самым Окончательно Придает Свои убеждения А вот Теперь возвращаемся К тому стиху Из начала игры Посланию апостола Павла Кремленам Глава 15 Стих 1 Мы сильные Должны сносить Немощи бессильных И не себе Угождать Послание апостола Павла Кремленам Глава 15 Стих 1 Выполнил ли это Предписание Томас Анджело Нет Иисус проявил Самопожертвование Для спасения Немощного человечества Но Томас Прежде всего Угождал себе Не сразу Нет Но в итоге Власть и деньги Сделали из него Того Кем он быть не хотел В нем боролись Добро и зло Но жадность Погубила Что в конечном итоге Подвело его К убийству Друга И что за вывод Ты сделал? Жадность Дерьмо Отвечая на вопрос Какой же в итоге Томас Ангел И теперь Глядя на игру Другими глазами Под другим углом У меня есть ответ Падший Падшие Ангелы Это изначально Безгрешные Ангелы Которые со временем Перестали служить Богу И стали служителями Сатаны Человек Который когда-то Не смог убить женщину Стреляет Другу В спину И эти изменения В характере Тома Наблюдается по ходу Развития сюжета Простой таксист Который не хотел Быть гангстером Которому всегда Взывала совесть Со временем Начинает рассуждать О деньгах И власти Легко дает взятку Священнику И в конечном итоге Убивает собственного Товарища И только в финальном Монологе Томас подводит черту Говоря что Всегда нужно Оставаться верным Своим убеждением И что в итоге Он все запорол Вообще Стоит послушать Его речь полностью Потому что Теперь ее смысл Становится Гораздо понятнее Знаете Этот мир Не управляется Законами Написанными На бумаге Он управляется Людмим Одними В соответствии С законом Другими Нет От каждого Человека Зависит Каким будет Его мир Каким он Его сделает А еще Вам нужна Уйма везения Чтобы кто-нибудь Другой Не превратил Вашу жизнь В бар И все Не так просто Как нас учили В начальной школе Но все же Хорошо иметь Твердые убеждения И придерживаться их В браке В преступлении В войне Везде И всегда Я все запорол Так же как Полли и Сэм Мы хотели жить лучше Но в конце концов Попали гораздо хуже Чем остальные Знаете Я думаю Что во всем Надо знать меру Да, меру Вот хорошее слово Тот Тот кто хочет Слишком много Рискует Потерять Абсолютно Все Правда Тот кто Слишком Мало Хочет От жизни Может Вообще Ничего Не Получить Это лично Мое Видение Игры То как Пересмотрел Сюжет Я Да с точки Зрения Основного Сюжета Это по Прежнему Таксист Который Стал Гангстером И который Прошел Путь От мелкого Бандита До Человека Который За обиды Грабит Банк И это Вызывает Череду Событий Которые Вынуждают Главного Героя Ликвидировать Преступную Семью На которую Он так Долго Работал Чтобы Защитить Реальную Семью Чтобы Защитить Жену И дочь Но с точки Зрения Философского Или Религиозного Называйте Как хотите По текста Томас Анджело Это Светлой Души Человек А лицетворение Ангела Который Постепенно Погружается Вот такая Незамысловатая Теория Но вы же знаете Что Библию Можно трактовать По-разному Да? Так вот Тут такая же Хуйня Я уже упоминал Фильм Криминальное Чтиво Великий Классик Кинематографа Квентин Тарантино Закинул Очень Интересную Мыслю Ты Библию Читаешь Ринга? Нерегулярно Там есть Один отрывок Который Я знаю На память Книга Пророка Иезекииля Глава 25 Стих 17 Путь Ибо препятствуют Ему Себелюбивые И тираны Из злых людей Блажен Тот пастый Кто Во имя Милосердия И доброты Ведет слабых За собой Сквозь долину Тьмы Ибо Именно Он И есть Тот Кто Воистину Течется О ближнем Своем И возвращает Детей Из облывших И совершу Над ними Великое Мщение Наказаниями Яростными Над теми Кто Замысляет Отравить И повредить Братьям Моим И узнаешь Ты Что имя Мое Господь Когда Мщение Мое Падет На Тебя Я много Лет говорил Это говно И для тех Кто это Слушал Это означало Конец Я никогда Особо не задумывался Над тем Что это значит Я всегда думал Что это просто Крутые фразы Которые Можно сказать Вслух Прежде чем Хладнокровно Грохнуть Какого-нибудь Твитера Но этим утром Я увидел Кое-что такое Что заставило Меня крепко Задуматься Видишь ли Теперь я думаю Что злой человек Это ты А я Праведник А мистер Девятимиллиметровый Пастырь Прикрывающий Мою праведную Жопу В долине тьми Или это может Значить Что праведник Это ты Я пастырь А мир Вокруг нас Злобен И эгоистичен Да Вот так мне нравится Но на самом деле Это неправда Правда в том Что ты Слаб А я Тирания Злых людей Но я стараюсь Ринго Я стараюсь Изо всех сил Быть пастырем Фрагмент Длинный Но очень Емкий Я рассказал теорию В которой Томас Анджело Это падший ангел Который в финале игры Окончательно Придает Свои убеждения А Лост Хевен Это потерянный рай Рай в котором Даже самый добрый Совестный человек Может превратиться В жестокого убийцу Но может быть Лост Хевен Это рай Который жители Потеряли Вследствие действий Тома Ведь сам Том говорил А что до вымогательства То большинство людей Сами приходят К Дону За помощью И советом И с радостью Платят за них Дон Уважаемый человек Но не каждый Дон такой Как Сальери Что да То да Или тот же Рассказ Фрэнка Возможно Ты слышал Что некоторые Преступники Зарабатывают С помощью угроз Это определенно Не наш случай Люди Которые нам платят Получают услуги Услуги Которые они Не смогут получить От полиции В прошлом месяце Например Сэм и вот Полли Решили серьезную Проблему с насилием В одном пристанчике Теперь владелец Уверен Что ничего подобного Никогда больше Там не случится И теперь люди Которые получали Помощь Сальери Лишились этого А может быть Все гораздо сложнее И Лост Хевен Это рай Который жители Некогда потеряли Который погряз В коррупции Алчности Убийствах И разборках Между гангстерами А Томас Анжело Это ангел Спустившийся с небес Который вернул спокойствие В этот рай Ведь в конечном итоге Из-за действий Тома Погибают обе преступные Группировки И город освобождается Вспомните слова Священника Да Неисповедимый Пути Господ Вот еще Интересный факт Есть одноименная Поэма Джона Мильтона Потерянный рай В которой ангелы И демоны Ведут вооруженное Противостояние В которой дьявол Искушает съесть Запретный плод Что является причиной Грехопадения Человека Но в конце Адам и Ева Все-таки получают Надежду на светлое будущее Согласитесь Философский сюжет игры Схож с сюжетом поэмы Так что Стихотворение Из Библии В самом начале Можно трактовать По-разному Мы сильные Должны сносить немощи Бессильных И не себе угождать Может быть Это напутствие Для игроков И главного героя А может быть Урок Который мы в итоге Должны вынести Все это Разумеется Лишь теория И компоновка Разных наблюдений И совпадений И если покопаться То можно найти Еще много Всякого интересного К примеру Фрэнк Калетти Да в Библии Ничего похожего Вы не найдете Но его имя Очень схоже С именем писателя Фрэнка Перетти Это очень известный писатель В области Христианской фантастики Его первая книга Написана Еще в 1986 году Называется This Present Darkness Это настоящая тьма Название книги Это в свою очередь Отсылка к посланию К Ефесянам Глава 6 Стих 11 И 12 Облекитесь во всеоружие божие Чтобы вам можно было стать Против козни дьявольских Потому что наша брань Не против крови и плоти Но против начальств Против властей Против мироправителей Тьмы века сего Против духов Злобы поднебесной Что согласитесь Тоже схоже с сюжетом игры Томас Анджело Облекается во всеоружие И свергает власть А власть это преступная Поэтому и в Лост Хевене Царит тьма Интересен и сюжет этой книги Если коротко То там такой современный взгляд На духовную войну Ангелы и демоны Борются за контроль Над гражданами Небольшого городка Ангелы Которые естественно Сражаются за души человечества Сами очеловечены Они ведут себя как люди И у них есть имена А демоны Ну это демоны Которые ждут момента Чтобы проявить себя Как чудовище Томас Анджело Как раз олицетворяет Того самого Очеловеченного ангела Собственно не зря он Анджело Да и к слову говоря О Томасе Анджело Томас это то же самое Что и Фома Это имя тоже Очень тесно связано С религией И у католиков Особо почитается Фома Аквинский Или Фома Аквинат Томас Аквинат Короче это Религиозный философ Тринадцатого века Он считал что Человек Это промежуточное Между существами И ангелами А душа человека Бессмертна Возможно именно Поэтому в самом конце Камера отдаляется От мертвого Тома Как душа покидающая тело И как ангел Воспаряющая в небеса Собственно и монолог Тома На заднем плане Тоже много о чем говорит А если взглянуть на карту То можно заметить Что бар Сальери Располагается на побережье Сент Петеркост А бар Морелла На Сент Паулкост Петр и Павел Это два наиболее Почитаемых апостола Согласно посланию К Галатам Глава 2 стих 9 Петр проповедовал Среди иудеев А Павел Среди язычников Что опять же ложится на игру Ведь на протяжении всего сюжета Нам рассказывают Какой Морелла плохой И ужасный Морелла же был Просто подлый ублюдок Он строил свою власть На жестокости Даже его друзья Боялись его Но что значит Семья Сальери В данном контексте И узнав О благодати Данной мне И Иаков И Кифа И Иоанн Почитаемые столпами Подали мне И Варнави руку Общение Чтобы нам идти К язычникам А им К обрезанным Знаете почему К обрезанным? Потому что у Сальери Были обрезы Ну а если Бешоток То страшный суд Как раз В иудаизме Следует за всеобщим Воскресением После которого Последует Вечное блаженство Праведных И вечная мука Осужденных Бред все это Да конечно блять Бред И подобные Притянутые за уши Совпадения Можно наложить На любой сюжет Фильма Или книги Или игры Поэтому я не стал Брать это в расчет При создании ролика В первой половине видео я рассказал о том, что лежит на поверхности. И вот это мне уже не кажется притянутым за уши. Мне кажется, Дэниэль Вавро не настолько больной ублюдок, поэтому и я углубляться уже не стал. Но очевидно, что в игру очень тонко вплетена нить всех этих библейских штучек. Стих, священник, название города, имя главного героя, это определенно сделано не просто так. И свою трактовку я рассказал, а в комментариях с радостью почитаю ваши варианты. Но суть-то на самом деле не в том, как все это правильно трактовать. Неожиданно, да? Суть в том, что в оригинальной «Мафии», как и в уже упомянутых хороших фильмах, есть над чем подумать. А самое главное, что смысл этого библейского подтекста, как собственно и отношение к главному герою и его действиям, каждый игрок для себя определяет сам. И этим и прекрасен оригинал. Субтитры создавал DimaTorzok